всем привет бандиты вольные сталкеры с вами как обычно я stalker баннерщик мой персонаж лёгий генхамин продолжает выживать в stalker онлайн тебе спасибо много полезного узнал да и тебе stalker тоже спасибо за то что смотришь так мы находимся на гурмане у нас осталось буквально сколько там не это 6 дней что давно 7 число 070707 так раннее утро у нас до 7 не осталось не прожи какие семьи пять дней осталось ну да 5 дней 12 числа же я принципе все свои дела которые планировал поделать по делу все продал все это разве что у меня репутация наемников опустилась давай-ка ее подтянем хотя бы до пяти то чуть чувствую мне с двумя тысячами не особо будет пусть побольше будет до stalker of конечно пустится до пяти но нам восемь с половиной stalker мы не надо так что наемники да но это можно мишку пострелять верливок но для начала мы сбегаем наверно к батям да погнали к бате сгоняем а уж если честно квест наемников особо и не знаю какие я всегда наемников подымал только двумя квестами это когти медведя для буча и верлёк для тэклбери ну и мы не считаем одноразовые квесты которые мы уже прошли то есть постоянно как на каждый день он всегда их выполнял выполнял наемники постоянно росли приходилось их даже опускать специально так что этих двух квестов вполне хватает ну и это конечно сводки для литовского ну что да погнали но чтобы сводки для литовского нам стать нам нужно сначала на везу сбег но на везу мы побежим головы медведей да у кстати посмотрим если тут мишки может быть нам повезет мы пару голов бьем пару голов бьем пару медведей убьем пару голов да и добудем голу но не факт не факт я предварительно сбегал на вокзал перекусил он у меня пять ста конных кабанях ног если что у меня вроде где-то была кабанинака ладно если что можно купить или если что мы поедим но у нас в принципе а 4 минуты до скоро кончится ладно не страшно все-таки голову много весит а нам на везу перегрузом идти как-то не с руки да вроде нет медведя ладно бежим в бате умирать не будем да я хочу сделать небольшой круг пробежаться на психу ладно посмотрим по ситуации особо делал никаких нет просто живем вот этой жизнью последний такой спокойной жизнью последние деньки спокойные у нас потом будет уже так не побегаешь да уже и другие цели другие задачи будет искать изучать все таки мир поменяется глобально просто и все новые часы в принципе тут все знаешь каждую тропинку каждый камушек каждую тему что давно да как а потом все будет прям вообще глобально все новый придется опять снова изучать там секреты всякие там где что подзаработать но это основной да где что отменять и что скрафтить думаю будет интересно по крайней мере скучно не будет уж точно у кого-то будет гореть кто-то будет доволен кто-то и так и сяк и попаем косяк ну в общем по разному все будет но скучно уж точно не будет это можно с уверенностью сказать давай хотя бы тут голова выпадет вам возьмемся шкура оставим шкуры не будем продавать все что сейчас у меня есть ну по и кашка меня на кровь медведей а шкуры оставим ну и можно пару голов оставить рыжего и одну голову допустим бурого чтобы посмотреть будет они по квестам работать или нибудь то что они пропадут у по камере но бы ты они не пропали то есть они остались а вот по квестами не знаем можно было издавать нельзя но я там креста не выполнял но бы то я в основном изучал мир смотрел что там как изменил чисто визуально побегу посмотрел так то выживал пострел мутантов то есть глубоко я как бы не вникал квесты там что там да как там плана не работала я не знаю будет ли сейчас работать когда ни одного виду но мой вам совет первые дни не не делайте просто так же побегать и даже если вы выживали но бт ничего первые дни не делайте не торгуйте не продавайте когда только все выйдет запомнили что у вас на складах лежит да там стопа вдруг ничем бывает просто бегайте изучайте там постреляйте с кем-нибудь привыкайте к оружию но ничего не продавайте не крафтите и проходить не квест ничего потому что по-любому будет куча ошибок я больше чем уверен все это будет еще откатывать ну надеюсь конечно такого не будет не хотелось бы но мне кажется такое будет всегда такое было и я не думаю что что-то изменилось вот припасы у бандитов погнали тут посмотрим медведи ну и потом вернемся так что первый я так думаю даже недельку вообще ничего делать не нужно ждать там откат вот это все как более-менее устаканится все если пройдет успешно тогда можно уже углубляться в зону там что-то обменивать продавать смотреть что где стоит пытаться что-то добыть какие-то квесты пройти но первые дни лучше вообще не рыпаться ну я тоже примерно так и планирую первые дни ничего делать не буду будем бегать просто привыкать к оружия все таки вот еще один давно на убитый не был нам по другому постреляем посмотрим полазим по зоне для меня как раз это интересно будет потому что два последних месяца интересно же можно будет побегать посмотреть к примеру пробежаться по всем хода щекам у меня не пустые там у кого-то полной по всем значимым персонажем зоны посмотрите сейчас находится разговаривают они с тобой не разговаривать какие там есть очки торговли репутации его голова что осталось что-то поменялось где что то есть но ничего особо не делать никакие здесь просто собрать информацию а когда уже более-менее все устаканится так ну что голода были это был тут тамошним медведь а здесь может еще один быть медведь ну да мы возвращаемся на гурмана нам к литовскому час не надо мышь сводки еще связывание забрали нам на болото на болото забрать там головы и двинем навесу там заберем сводки а еще забежать и квесты сделать взять вернее но это ученым там рядом так тут бывает два медведя но сейчас того мы убили этого убили особо ничего на них упал по оба стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп валерьяна чуть не пробежал бегу такой на гурман смотрю валерья за этот магазин и подберем тут не так часто ее встретят но бывает там где трава растет там может и выберем да нам надо кабаню ногу не знаю у меня остались не запасы но если что на доске куплю а то у меня сейчас 4 но с другой стороны можно артефакты ух ты пижма мы пробегаем можно артефакты взять у меня же комплект артас есть эпсилон отыграл дельта гамма ну бета нету но этих трех хватает на поезд повесил даже двух и вуаля ну можно и так ладно бежим на гурман сейчас разберем а то я не знаю что там с головами сколько у меня голов штук 10 я сейчас попробую еще на доске купить голову но если продаются она вряд ли ну такие дешевые но дешевый на вред да потопаю не знаю пригодится ли мне эта кровь не она в любом случае нужно будет для крафта в будущем я знаю но в каких количествах я особо как бы не знаю и нужно ли мне будет столько много но с другой стороны запас карман не тянет как говорится тем более когда лежит на складе пусть лежит мы всегда и сможем если что продать посмотрим какие цены будут рынок более-менее устаканец ну там через месяц примерно тогда можно будет уже смотреть что да как да почему так пойдем посмотрим если у нас запас машина что ах ты блин чуть чуть не успели сейчас быть с коляночем к белому ехали а там же два шага и мы оттуда как бы и пошли бы ну ладно пойдем пешком так что нам надо с эти а нет аномально ну ладно мы сейчас на доске посмотрим шкуру скинем и жмут это все клыки голу только с собой возьмем а хотя я хотел одну оставить до голову 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 медведя рыжих посмотреть что с ними будет будет будут они по квестам идти нет ну давай оставим туда одну голову одна голова одна шкура и молодого медведя там у меня валяется мы их тоже оставим так артефакт ну давай возьмем у нас один с собой всегда с собой так это щиты антиграф альфа вот антиграф епсилон но у меня где то есть тут еще и это тоже епсилон куда нам столько вот дельта да мне все равно там два слота ну вот возьмем антиграф такой и такой УЗК кстати вот у меня УЗК один есть у меня все сталкеры ВЛ1 бегают почти двое УЗК это подорожало смотрите у нас по крайней мере на СПБ сервере у вчера висели два костюма УЗК по два с половиной миллиона сейчас их нету висит один по три с половиной ё-моё ну да без костюма во многих местах да не во многих а вообще в таких в основных местах вот где-нибудь около гурмана и чё ладно а какой-нибудь дальше пошел все нужен обязательно костюм лучше конечно Л1 он покруче будет но без УЗК вообще никуда то есть если раньше все бегали пофигу я то всегда в УЗК бегал УЗК потом Л1 я сталкер у меня костюм всегда есть противогаз фонарик контейнер это всегда со мной но многие же бегали вообще без этих костюмов сейчас они блин поднимутся в цене а у нас их столько по большому счету нету может быть и есть где-то у кого-то запасы он будет продавать так ладно кабане много надо купить о хватит если что за затретом лучше перебить чем не добить ну все погнали на остров к бандитам по шраму базы сталкеров мы всегда пройдем ингредиенты для отвара тоже чистить для литовского все погнали за головами и на ВЕЗУ на ВЕЗУ нам особо как бы делать нечего то есть да мы чисто забежим наверно к этому на ЛВЗ хотя не знаю я квесты ЛВЗ часто выполнял в принципе постоянно как только был на ВЕЗУВИ всегда квесты ЛВЗ делал то есть вес уничтожал спирт таскал потом его на талон у меня то есть постоянно у меня там репутация должна у этих типусов быть нормальной ведь один из переходов на новую землю раньше он был где лодочник да там теперь он будет на ЛВЗ после обновления соответственно там нужно 3000 репутации ну местных баром ну я думаю там все как бы сложится и нормально будет чтобы сразу если что к Артему можно было прыгнуть ну если что квесты местные пройдем то есть это не в новинку нам по большому счету но я думаю у нас уже будет запас эта репутация ну думаю да сейчас по большому счету очки торговли копятся но мы же можем вот здесь посмотреть знакомство но тут показывается как то есть тут показывается сейчас на данный момент очки торговли то есть допустим вот арка державы очки торговли 1060 это там у него на острове северном который вот продается древности вернет им 1060 очков торгов это очки торговли и соответственно также у Аркаши Мухомора 90 у Арсенова Артура с кучей поламута пары ну батя очки торговли 724 они же остались очками торговли а репутация это другое немного в общем не знаю сколько меня там накопится но квесты я же проходил должно в принципе быть ладно посмотрим по крайней мере мне на северный остров сразу переход открылся когда мы зашли на об этой хотя там у меня персонаж был не особо прокачан там слепо делали раньше сейчас у меня персонаж покруче прокачан то есть и тогда хватило мне перейти но я думаю сейчас тоже хватит а вот чтобы перейти из бара мне не хватило мне там было 1000 коктейков пришлось квесты проходить но думаю сейчас то побольше все таки будет ну вот и бурый медведь надеюсь тут голова будет ну в черный лес я тоже сразу прошел на везу тоже то есть там было все пройдено хуже я думаю не стало о громада я думаю может быть это тоже зависит но тогда у меня было поменьше сейчас побольше а вот я поэтому хочу наемников поднять наемники чуть опустились две тысячи там распределяться вдруг мне не хватит чтобы на везуви сразу пройти поэтому я вот наемников хочу тысяч до пяти поднять потому что там на переходе на везу будут как раз именно наемники а у меня наемники 200 всего то есть до четырех тысяч наемников поднять я думаю будет нормально у меня как раз этих не хватит буду тут тусовать у буча буду иногда медведя убивать да верлёк сводки я литовскому последний раз несу больше не буду таскать но это уже потом потом проще будет литовский будет сидеть рядом с радиовышкой взял тут потом сбегал туда взял и сразу сдал то есть не надо будет на выселке ходить но там теперь бандиты на выселках будут ли они пользоваться спросом эти бандиты раньше к бандитам ходили в пещеру к примеру да потому что там рядом паукан был а сейчас ну сидят они там бандиты эти на выселках какой там кайф будет и я не знаю к ним наверное никто ходить не будет если квестов не будут хорошие ладно это все мои догадки все мои мысли как будет на самом деле фиг его знает поэтому а чё ты тут у тебя головы не здесь так ну квесты мы больше брать не будем ну разве что вот это вояка да и не то да не я уже все растащил откуда у меня столько хабара чтобы с утра до вечера вытаскать так стопы к ученым сначала ученым квеста взять потом на болото да точно вот надо теперь военных поднять ну хотя военными нормально четыре с половиной бандиты можно и поднять чуть-чуть сталкер чуть опустятся в общем все тип топ мечту свою не исполнил до десяти тысяч репутацию все не поднял она была раньше делать но раньше как бы я квесты все проходил там одноразовые там т.д. и т.п. сначала же их надо пройти а потом уже ты за мной бежишь злодей какой о я тоже навезу скоро пойду ну сейчас это не в будущем вот в будущем да если кто-то идет лучше за компанию сходить я думаю stalker будут по возможности друг другу помогать по крайней мере больше будет отрядов там типа ты куда я наверху пойдем вместе ну пойдем спят потому что будет намного сложнее сейчас в 1 везде бегается без проблем а в будущем да по-любому будут отряды там пойдем ступай как вот но бы ты так же ходили в одного сложновато будешь привет давно я у тебя не делал что проблемы проблемы у тебя сейчас решим так тут сводки мы брали добрали ничего нам там купить не надо у нас все есть то вроде аптеки противоедия то есть все запас нормально хватит так ну что на болото дорванули на болото заберем головы и вдоль заборчика вдоль заборчика по классике хотя так не ближе пытания можно крысе да тут чё я парень крыса есть включил в топилу оверлиок уже сама бежит оп 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 а я спускаюсь догоняя меня бежала где-то вон вон на на стажер меня я верлёк надо конечно пострелять но у меня эти давайте если вдруг я по тупости по своему ру то все это артефактов и не хватит чтобы донести я не помню сколько голову весит ну должны много весить так тут пройдем глубоко здесь а нет здесь глубоко стопы сплету сходи вон там а ну пойдем чуть дальше подумаешь ну защита хорошая броник нормальный помогает в принципе неплохо так разделать не будем у нас другие часы или другие задачи я хотел фармить верлёк тем более мы этой крови нафармили уже тут скажет ну да надо сейчас нафармить лапы вдруг пригодятся все пригодится ну что ж все не запасу не запасешь потом то будет посложнее верлёк парни конечно там эти двухметровые дилды будут прыгать да их никто и фармить не будет цены то скорее все те же сам останутся на лапы на все остальное а добыть и будет сложнее кто их там будет фармить кому не нужно в общем непонятно что тут будет с фармом потому что он останется старый а сложности новые как это все будет работать вместе я без понятия ну поживем увидим так что у нас тут а вот у нас кабани ноги помню где-то была у нас кабани нога так у нас тут есть голова мы и 11 голов мы мы так у нас одна голова мы на гурмане значит мы одну голову мы мы оставляем ну чтобы проверить что с ними будет то есть одна молодого одна рыжего это забираем так железо забираем зачем там не продается мясо заберем хотя тоже зачем никакого перегруза нет даже сейчас с тем весом который у меня сейчас чё я парюсь всегда я кабани ногу покупал давай так согласен за тридцать миллионов сто четвертый предлагают сто четвертый не сильно отличается от сто третьего но он короткоствол с ним удобно в ближнем бою конечно а по факту это два одинаковых ствола там разница небольшая но не за 30 миллионов брать он редкий да но за 30 миллионов но его нафиг я вон сто третий продал за 14 но где 14 15 стоит на доске он сколько висел там по 15 миллионов я за 14 миллион продал сто третий нафига брать два раза сто четвертый потому что он редкий не у меня есть качество 4 но я продать не буду потому что с ним stalker бегать мне нравится у меня сто третий сто четвертый но не за 30 миллионов пытается нажиться сто третий взял и нормальный ствол похуже чем как 109 согласен но получше чем акм вот я сейчас сам бег отлично для нынешних реалиях что-то среднее между крутым стволом и попроще стволом прям идеальный вариант ну и калибр 762 ну я всегда с ним бегаю я ж копалка хотя при должном умении стараний навыков и со 103 можно убивать людей разве что не перестреляешь 109 так да все бежим теперь нам тут ловить особо нечего нам сейчас надо вот эту толпу пробежать и все валим голову мы взяли нам больше ничего не надо ну да чисто ради голов мы и бегаем кровь поменять именно медвежью потому что печень попробуй добудет печень можно добыть только с максимальной прокачкой охотника на разделку там на все остальное ну и не знаю не с каждого медведя нам будет печень выпадать в общем сложно будет поэтому лучше сейчас голову отменять хотя может быть так же они будут как голову подать голову уже не всегда хотят печень все таки мне кажется посложнее будет выбить чем сейчас голову ладно не будем загадывать в любом случае поохотимся конечно на убитые особо не охотился ну стрелял конечно медведя но печень не выпадала жабра верлёк убивал который можно будет менять на кровь опять же сложновато было сердце кабана сердце собаки выбивал да это попроще ну вот печень медведя не раз ну и медведи по большому счету не особо много убивал эй ты чё вау сейчас всю эту протвузы берём погнали ручки же на этом стволы добавили да я конечно вообще ржал долго там ручку добавили на какой-то натовский ствол ну там и на эту как бы и на вал добавили и на пистолеты пулеметы вот это рукоять на стволе которая чтобы точность была лучше ну ладно добавили то добавили это по факту да это обычный расходник ну как магазин как глушитель он не должен стоит миллионы грубо говоря ну не в наших реалиях игры его добавили к ваниаду за 25000 репутации и за d500 в общем за не за 25 кажется в общем дофига ну и нафига она нужна это просто жесть у нас пол купить это еще пол дела надо еще к нему всякие приблуды купить и потратить по сумме блин два три ствола да как все это стоит 109 блин если есть возможность возьми конечно он в обслуженный будет дорого хотя ну как дорого ну вот я на обыд с ним бегал там все бесплатно было но я вот там и не чинил но я с ним бегал кабанчик отстрелял все-таки 109 это да для мутантов но не для кабанчиков для более крутых мутантов с ним ходить но есть возможность хороший но он дорогой и даже если ты вот допустим 103 захочешь немножко замодать все это будет подешевле стоит чем 109 не будем забывать про модификацию оружия не вал нафиг не нужен во первых патроны блин ты фиг где найдешь во вторых если не воевать то 109 лучше но нет если выбирать 109 вал я бы лучше взял 109 это 100 процентов насколько я знаю он тоже копалка да мы с ним общались недавно то есть у меня деньги есть он не значит что купить ближе к одной то есть если выбирать между валом и 109 конечно 109 лучше взять ну дорого правда но можно взять 109 к примеру и 103 если прям сильно дорого будет со 109 бегать 103 взял но опять же захочешь 109 замодать там все дороже вот эти ремки вот это там они миллионы стоят а 103 подешевле будет замодить конечно но если уж выбирать между валом и 9 в нынешних реалиях лучше 109 то что там говорят вал точный прям стреляет все они точные за это не точные тем более патроны фиг не напасешься а 109 вон ББшки продаются СПшки везде то есть проблем никаких нету тем более СП6 насколько я понимаю будут только по обмену на артефакты СП5 тоже нигде не достанешь с пабами делать бегать ну такой себе нафиг он вообще нужен а то что он точный но если не стреляться да блин если уж стреляться то лучше 107 взять в общем вал на любителя так ну что вот мы на месте подзарядимся дорога смерти да скоро это будет дорога смерти вроде говорят там верлеки сейчас не такие мощные стали да дорога смерти это я имею в виду отсюда и дойти до этого до радиовышки но тут накидает больших деревьев на которые можно будет залезть если что верлек отстрелять я сначала не понял нафига их накидали ну атмосферно да ну там большие такие вот тут будет большое дерево валяться если не поменяли ничего а потом мне один сталкер подсказал типа это залазишь отстреливаешь верлек и идешь дальше но если ты в одного там вдвоем идешь они тебя там не достают и такие деревья там разбросаны потом чуть дальше будут большие такие прям поваленные вот для этих целей их и сделают так что везде свои секреты есть но все равно это будет сложная дорога и сейчас вот сталкер навстречу бежит это хорошо значит оттуда шел значит более-менее зачистил сейчас бывает тут умрешь если верлек дофига ну да дальнейшем будет посложнее да ладно прорвемся и тут у нас погода хорошая прям фартит как бы не сглазит так пара вопросов так какие товары интересуют так принесли продажу а после так ладно а ну спирта мы закупили 122 очка торговли у нас тут так про запас тут потом еще другой будет спирт но им мы запастись не сможем потому что его просто нет сейчас ладно погнали если тут сталкер пробежал что сейчас более менее свободно будет если он отсюда шел да вон верлёки валяются это хорошо так значит нам на радиовышку нам там ловить особо конечно ничего но я решил так пробежаться и через его вызовите на вызов не надо зайти но на обратном пути а сейчас лучше через радио а кстати значит медведь ну искать мы там не будем если тут с краешка не ходит ну повезло ему значит он живет да когда выйдет обнова ну как бы новая жизнь сталкерская да я все списки друзей своих почищу долю потому что у меня там столько половины я не знаю половина у тех кого знаю с кем вот мы каждый видим сято с кем боль меня общались до часто стенники которые как бы на слуху я помню их оставлю а все остальные удалю чтобы место свалить если вдруг то есть друзей пропал вы не парьтесь можете еще раз добавится вопрос может быть кто-то уже не играет все-таки год прошел до тех пор как я начал выживать на спб до год прошел пример соответственно много что поменялось сказать в новую обнову с новой чистой записной книжкой да отстаньте от меня все безопасно эту зону взяли так а надо посмотреть сколько у ваня думаю репутации нет нет знакомства ваня 1320 чтобы открыть у нее торговлю он эти кучка квеста вмешательства ну да чтобы открыть торговлю у него нужно будет 7000 репутации фракции а и точки торгов или 7000 блин в общем там очки торговли и репутации это разные фишки а тут сейчас репутация здесь запутался опять о чем не перегруз а понятно так здесь 50 он тогда артефактам доставать не будем мы скушаем кабаню ногу еще одна кабань нога кончилась 3 и кабань ноги уже дают перегруз а вот 4 о нормально слушай у меня и крыса закончился я думаю человек как-то медленно бегаю крыса закончилась так тут ничего меня нету да у меня тут все пустое все что смог раздал так это о слушай а давай-ка мы тут купим тоже точно точно тут же вообще рядом давай закупимся на миллион зеленки вроде будет ну и пусть будет а мы все равно закупимся хуже не будет правильно конечно ну вот чуть-чуть закупился пойдет запас карман не тянет позже не будет хотят зеленки вроде останется и квеста не тоже станцию погодки так надо бежать по большому счету дамы сейчас на везу прибежим и можно там остаться дождаться утра а утром двинулся брат то есть мы в принципе сейчас никого не торопимся ну да по ночам особо стараюсь не бегать будем надеяться после обновы солнечные дни будут почаще вроде там как раз такую тему делали я не помню насколько чаще в общем чтобы понять надо вам побольше повыживать опять же после обновы выживаем посмотрим надо в любом случае делать световой день длиннее а ночь короче ночь не надо удалять конечно про этой речи не идет но не надо делать так чтобы в три часа дня блин был темно блин или сумерки чтобы бегаешь и глаза ломаешь реализм реализмом но три часа дня темно нигде не становится что не нужно уж перегибать палку с темнотой ну а в 6 вечера уж тоже еще светло я не говорю когда мы там в подвалах каких-то дата классе пещерах это логично фонарик хотя бы такой который у нас есть но все остальные времени суток должно быть намного светлее врешь не сожрешь да и . сохранить в этом случае точку сохранить одна костре верну или хотя бы у хине у химика потому что как бы у нас до точки сохранить там где охрана по логике хотя тут есть далеко костер где никакой логике нету там есть костер там нету охраной там есть . сохранения ну ладно здесь тоже вроде как бы охраной там база грубо говоря но тут переход понятно будет . сохранения вот у химика там же охрана стоит вот там на . сохранить делать ну или поставить охрану вот тут около моста есть костерок поставить каких-нибудь чуваков с гитарой и охранника и сделать там . сохранить ну или на крайняк тогда поставить охранника около хворостовки где костер сделать там . но там уже близко к этому к везувию к базе ученых смысл там еще охрану ставить в общем тут по-любому где-то еще нужна . потому что тут привыкли сталкеры сохраняться теперь ее не будет самое логично это у химикой сделать она на равном удалении будет и оттуда и оттуда и везде пока туда дойдешь по этим попетляешь самый топчик там была точка сохранения но тоже слушает игроков в этом мире никто не слушают конечно игроков но не всех а тех кого слушают они сами ты не играют играли последний раз лет 5 10 назад до сих пор живут и тем временем а каждый день на постоянку не выживают не бегают не изучают зону и уже от нынешних реалий давно оторвались они уже не понимают что здесь происходит вот их и слушают а те кто действительно играет каждый день понимает что нужно игрокам что это сделать не сложно то более меня разбирается тех не слушает а нафига это плохо поэтому вот мы видим что у нас пол четвертого вечера уже темнее конечно образно это никак не связано хотя так образно кто-то скажет да там ночью там посмотри в других играх согласен но вы посмотрите какие там приборы есть пнв допустим свет и фонарики разные а у нас тут только один и тот на шлем не одеть такая вот ситуация у нас тут было пнв наоборот топил бы чтобы чаще ночь было ну или чтобы начни кто скажет да тут есть пнв но я вам скажу в ответ а вы видели как он работает но то есть не пнв а вот прибор на этого оптика начинают вы видели как она работает она корректно работает только тогда когда прям полная темнота вот прям полная такой темноты прямо редко бывает по стом сумерки вас нам stood они понятный дождь там сделает и в такую такую погоду этот пнв но вот этот прибор ночной он работает через одно место но в общем можно сказать не работ поэтому взяли вроде пнв у нас был 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 старый старый плана старом перси я знаю что в игре даже у кого то есть вот как он работает я не знаю может быть он нормально работа есть же уже за нос делайте тогда если вы топите за постоянной ночи и за все остальное хотя он стоит будет наверное дофиге ли лильярд серебра и всего остального но все же хотя бы призрачный шанс будет а так берем пробирки берем к пойдем поменяем давай меняться а до разные головы дает разное количество пробирок я думал разница никакой клов голова молодого медведя но беда этого бурова самое меньше потом рыжего и и белую кто же белую будет давать о от 33 да я думаю для чисто себя вот для своих хотелок мне хватит 38 крови меня получилось да для своих целей то есть не на продажу 38 штук я думаю мне хватит а там уже научимся и печень добывать то есть вот у меня запас 12 яда яда можно было как побольше сделать но профугалим это время когда на лапы можно было меня сейчас всегда 460 крови но это даже дофига ну запас будет ну и кровь медведя пойдет почти все единственное что тисно что давайте посмотрим может быть да кто сейчас продается нифига ничего не найдет кратчик не пробиваем за 2 миллиона совсем уже не ничего не продать смотрите не пробирок ничего нет все скупили голова молодого медведя 125 на серёге голова медведя 130 совсем с дубу рухнули столь вы чё чуваки блин наемники три головы это обычного медведя до 166 год медведя 200 охотник голова медведя ну тут тут косят под этот типа охотники пытаются обмануть сталкеров типа это голова большого я один раз повелся купил до голова большого вот так ох ты голова большого медведь это белого 230 уже смотрите как цена упала но потому что они после обновы будут вообще нафиг запасы все stalker продают дешевле там 400 у 350 тик найдешь на охотники ну по квесту а теперь по 250 уже продают по 280 ух ты сколько их столько никогда не было по 300 кто-то еще пытается продать да не народ но уже не осталось этот квест выполняется раз в трое суток раз 72 часа не подожди даже не раз 72 часа его кажется раз в общем не каждый день выполняется столько народу квестов не выполняет сколько голов на доске висит я бы сейчас продавал будет по 150 хотя бы чтобы блин хоть что-то заработать вот кто продает по 230 но еще более менее по 250 по 200 по 150 продавал хотя бы миллиончик урвать потому что потом они ну или на кровь поменять кровь потом продавать вот как вариант барыги они такие до последнего будут держать 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 а потом будут с этими головами чупачок сосать так ну ладно мы для себя все сделали все что нужно мы остаемся здесь заряжаем магазин а утром двинем уже дальше